Насколько все-таки безопасными являются солнцезащитные средства и как правильно обеспечить максимальный уровень защиты, сегодня я с вами поделюсь с самой новой и полезной информацией на эту тему. Привет всем старым и новым зрителям! С вами снова Катя, и мой канал посвящен уходу, питанию, косметике. Сегодня очень важная тема, и должна вам сказать, что защита от солнца и различные солнцезащитные фильтры являются одной из самых изученных тем в научном мире. В первую очередь это связано с тем, что ежегодно растет число случаев заболевания рака кожи, ну и конечно мы знаем, что ультрафиолетовое излучение стимулирует раннее старение кожи, повреждение ДНК и активативный стресс, о котором я уже много раз говорила. Кстати, в прошлых видео мы уже с вами говорили о разных видах солнцезащитных фильтров, как их наносить, сколько их наносить и как правильно сочетать с макияжем, так что обязательно их посмотрите. Так вот в Америке есть такая некоммерческая организация, которая называется EWG, Environmental Working Group, и она занимается мета-анализами, они сами проводят исследования в области экологии, токсичности различных ингредиентов, у них даже есть такая база данных с разными косметическими средствами и разными ингредиентами. И вот каждый год они выпускают такой гид по защите от солнца. Конечно же все ссылки на информацию, которую я использовала, обязательно оставлю внизу, чтобы вы сами смогли почитать и посмотреть. Так вот, эта организация EWG в этом году поднимает два самых главных вопроса, насколько все-таки средства, которые есть на рынке, защищают действительно нашу кожу от солнца, и насколько они являются безопасными. В Америке, например, FDA до сих пор не может изменить стандарты, которые касаются солнцезащитных средств, они были прописаны еще в 80-х годах, с тех пор очень многое изменилось, но вот в 2019 году они все-таки взялись за этот вопрос и выпустили список новых правил, которые до сих пор не вступили в силы из-за давления индустрии. По сравнению с этим, например, в Европе стандарты очень высоких солнцезащитных средств, особенно что касается защиты от ультрафиолетовых лучей типа А, то есть UVA лучей. Очень долгое время солнцезащитные средства защищали нас только от ультрафиолетовых лучей типа Б, которые как раз-таки влияют на появление загара и некоторых форм рака кожи в том числе. Поэтому, например, SPF-фактор, который указан, то есть SPF, это как раз-таки указывает уровень защиты от ультрафиолетовых лучей типа Б. Когда же были открыты ультрафиолетовые лучи типа А, которые, как оказалось, гораздо глубже проникают в нашу кожу, влияют на старение клетки, повреждают ДНК, и в том числе, как показывают некоторые последние исследования, они играют свою роль в появлении именно меланомы. Поэтому очень важно, чтобы ваше солнцезащитное средство одинаково хорошо защищало от двух типов лучей, и UVA, и UVB. С этой точки зрения европейские и азиатские в том числе солнцезащитные средства в разы по качеству превосходят те, которые производятся, продаются в Америке. Даже в 2017 году провели такое исследование. Оказалось, что две трети средств, которые находятся на американском рынке, солнцезащитных средств, они не проходят по европейским стандартам. Именно что касается защиты от UVA лучей. Это еще связано с тем, что в Европе и в Азии, и в корейской косметике, кстати, вы часто можете встретить средства с новыми фильтрами. То есть это фильтры нового поколения. Они являются гораздо более стабильными, чем те, которые приняты здесь в Америке, и к тому же в разы лучше защищают от UVA лучей. Название этих самых популярных фильтров нового поколения я обязательно оставлю для вас внизу, чтобы вы могли и сами найти в средствах. Но среди них есть, например, такой фильтр, который называется Tinosorb-S и Tinosorb-N. Они были разработаны немецкой компанией BAS очень давно и используются в большом количестве солнцезащитных средств, которые продаются в Европе. Особенности, кстати, Tinosorb-S вообще является таким звездным, что ли, ингредиентом, потому что очень хорошо, опять же, защищают от UVA лучей, и нету практически никаких данных, которые говорят о негативном каком-либо воздействии, что ли, этого ингредиента на наш организм. Есть еще такие фильтры нового поколения, которые называются Mixaril. Они были разработаны еще в 90-х, эксклюзивно группой компании L'Oreal и очень часто поэтому используются в средствах La Roche-Posay. Эти фильтры точно так же защищают очень хорошо от разных типов лучей, и именно от фотостарения в том числе. При этом, например, в Америке даже разрешили La Roche-Posay выпустить один продукт специально для американского рынка, который будет содержать этот фильтр. Есть еще фильтр, который называется Uvenol A+, который тоже отлично защищает от ультрафиолетовых лучей типа А, является очень стабильным и часто используется в европейских и азиатских средствах. Ну и шестой фильтр нового поколения, название которого я никак не могу произнести, называется Neo-Heliopan AP. В общем, это тот фильтр, который еще был принят в 2000-х годах в Европейском Союзе и, в принципе, принят везде. Он проходит по стандартам Австралии, Новой Зеландии, Китая, Южной Африки, везде, кроме Америки. Уникальность этого фильтра в том, что он не имеет такую жировую основу, то есть он не жирорастворимый, поэтому очень часто его используют в средствах, например, для проблемной кожи, когда не нужно создавать дополнительную окклюзию. Как вы понимаете, наверное, уже защита от UV и лучей очень важна, и, например, даже FDA планирует в ближайшее время запретить продажи в Америке средств, которые имеют фактор SPF больше 60. Это связано с тем, что средства, например, которые имеют SPF 100, не лучше защищают нашу кожу, чем SPF 60, но при этом дают мнимую защиту, потому что было замечено, что люди, которые пользуются SPF 100 на каждодневной основе или, например, в отпуске, они этого средства будут носить гораздо меньше, тем самым фактор защиты будет в разы ниже. К тому же мы помним, что SPF-фактор показывает только защиту от ультрафиолетовых лучей типа B, и не факт, что это средство будет эффективно защищать от UV и лучей. В Европе, например, принят такой стандарт, который называется 3 к 1, то есть если на средстве указано SPF 30, и при этом написано Broad Spectrum, то есть защищают от большого количества ультрафиолетовых лучей, то это означает, что защита от UVB лучей будет 30 и от UVA лучей 10 как минимум. В Америке нет таких стандартов, поэтому если здесь покупать средства с SPF защитой 100, то возможно, да, будет хорошая защита от UVB лучей, но при этом от UVA лучей может быть очень низкая защита. Это опять создает такое мнимое ощущение безопасности и защиты от солнца. Основная проблема химических, или как их еще называют, органических фильтров, в том, что они гипотетически, когда попадают в нам кровь, могут влиять на нашу эндокринную систему. Я говорю гипотетически, потому что 100% научных доказательств и исследований, тому, что это действительно происходит, на данный момент пока не существует. Но FDA на данный момент все-таки приняло такое решение, что есть только два фильтра, которые считаются по-настоящему безопасными. Это оксид цинка и диоксид титана. Что касается всех остальных фильтров, как из старого, так и нового поколения, FDA здесь в Америке заявили, что им недостаточно исследований, чтобы принять точное решение. Могут эти как-то фильтры плохо влиять на организм или нет? И как раз таки в начале этого года FDA провели такое исследование, протестировали 6 фильтров, которые здесь приняты в данный момент в Америке, на факт их впитываемости в кровь. Это исследование как раз таки показало, что фильтр, который называется оксибензон, о котором я тоже уже говорила, и этот фильтр, наверное, на слуху чаще всего, именно с негативной точки зрения, потому что большинство исследований говорят о том, что он может взаимодействовать с нашей эндокринной системой, может быть серьезным аллергеном. Поэтому главный вывод, ориентируйтесь хотя бы на то, что в вашем средстве не было этого фильтра, который называется оксибензон. Особенно если вы используете солнцезащитные средства для детей, для тела, потому что чем больше поверхность, тем больше будет впитываться этот ингредиент. Ну и в том числе, конечно же, если вы находитесь в положении. И в принципе, что касается химических фильтров, очень важно понимать, что все они по-разному впитываются к нам в кровь, и очень сильно зависит еще от концентрации тех или иных ингредиентов в средстве. Поэтому очень сложно делать какие-то выводы и говорить, что да, 100% какой-то ингредиент будет негативно влиять на наш организм. Но если вы хотите себя обезопасить полностью, то выбирайте только физические фильтры. При этом вы должны понимать, что физические фильтры не так хорошо защищают нашу кожу от UVA лучей. Поэтому, на мой взгляд, здесь должен быть баланс, и я в принципе сама поддерживаю такой микс различных фильтров, когда есть смесь и физических, и химических фильтров. Особенно внимание еще хочу уделить спреям с защитой от солнца, потому что FDA планирует в ближайшее время сначала протестировать безопасность таких средств и даже, возможно, от них отказаться. Потому что, когда мы с вами распыляем какое-то средство, в первую очередь оно не дает правильного и хорошего покрытия. Кроме того, во время распыления мы запросто можем вдохнуть это средство, когда эти химические или физические фильтры, особенно, кстати, физические, то есть те, которые считаются безопасными, когда они попадают к нам в легкие, то они могут иметь действительно негативный эффект. То же самое, кстати, касается и различных солнцезащитных пудр. Я сама люблю такие средства использовать, но использую их достаточно редко. И просто будьте внимательны, когда вы наносите, чтобы вы одновременно не вдыхали вот эти вот частицы. Вы меня еще очень часто спрашиваете, и в принципе в научном мире тема, конечно, это поднимается, это наночастицы. Это когда физические фильтры, то есть диоксид титана и оксид цинка, они уменьшаются в таких размерах, молекулы уменьшают, что они становятся мельче. Это делается в первую очередь с эстетической точки зрения, потому что, когда это наномолекула, она не оставляет такого белого оттенка, что ли, на кожу. Потому что мы знаем, что вот обычные стандартные сонозащитные средства, они могут таким белым блином ложиться на коже. Для того, чтобы этого не происходило, эти молекулы уменьшают. Опять же, тут есть такой интересный момент, чем больше молекула оксида цинка, которая защищает от UVA лучей, тем лучше он защищает от этих лучей. Как только мы начинаем его уменьшать, делать его более таким косметически элегантным, вот эти вот свойства защиты от UVA лучей уменьшаются. Поэтому создать хороший сонозащитный крем, который с одной точки зрения будет отвечать всем необходимым стандартам и выполнять свою главную функцию защищать от солнца, и при этом будет косметически элегантным, чтобы нам с вами нравилось, это дело непростое. И что касается безопасности, многих, конечно, интересует вопрос, что если это наночастицы, то есть они более мелкие, какой шанс, что они будут впитываться к нам в кровь и опять же нести негативный эффект. Но вот большие исследования, которые были проведены в 2007, 2010, 2015 годах, не обнаружили большого количества вот этих вот физических фильтров в крови. То есть это означает, что в принципе нанофильтров не стоит бояться. Есть еще один очень важный момент, который касается безопасности солнцезащитных средств, который я хотела бы затронуть. Это не только фильтр, который находится в этом средстве, но и в принципе полная формула этого средства, то есть все ингредиенты. Как в любом средстве уходовой косметики, в средстве могут находиться ингредиенты, которые помогают тому или иному средству глубже проникать в кожу. Например, это может быть спирт. Спирт имеет свойство разрушать вот эти вот верхние липидные слои, при этом ингредиент может глубже проникать в кожу. Поэтому FDA планирует не рассматривать какой-то один отдельный фильтр и как он влияет на нашу кожу, а предлагает рассматривать средства целиком, потому что все вот эти вот ингредиенты, когда они друг с другом взаимодействуют, они могут иметь совершенно другое воздействие на нашу кожу и организм. Ну и конечно же, когда мы с вами говорим о солнцезащитных средствах, мы не совсем понимаем, как это все влияет на окружающую среду. Потому что все эти микрочастицы, эти наночастицы фильтров, которые мы с вами вечером умываем, после того, как SPF уже, да, сделал, исполнил такую свою функцию, это все попадает в океан, но вот этого влияния, так же, как, например, микропластика, мы до сих пор не знаем. Я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос как-то прояснится. В следующий раз мы с вами на примере разберем несколько моих новых любимых солнцезащитных средств. Я расскажу, кому они подойдут. Но если вы хотите узнать, как сочетать макияж и солнцезащитные средства, то обязательно переходите к этому видео. Спасибо, что были со мной, но и до встречи в новых видео. Пока-пока!